Добро пожаловать на выпуск обзора этой недели. Во время этого шоу мы рассмотрим две темы. Первая — беспрецедентная резолюция, принятая Европарламентом по статусу Армении, и большое интервью премьер-министра, которую он дал на днях. Давайте рассмотрим, что говорится в резолюции, принятой парламентом ЕС. Резолюция приветствует разворот Армении на Запад и ее отдаление от России, приветствует ее демократическое развитие, поддерживает территориальную целостность Армении, приветствует выход страны из ОДКБ. В документе упоминается также вывод российских пограничников из аэропорта Звартноц. По моим ощущениям, за кулисами этот вопрос имеет еще большую важность, чем можно было представить. Европарламент осуждает оккупацию Азербайджаном территории Армении и требует полного вывода войск, а также осуждает руководство ЕС за поздравления, направленные Ильхаму Алиеву в связи с его фальшивой победой на выборах в Баку. А теперь перейдем к самой важной части этой резолюции, к пункту номер 4, который гласит, в соответствии со статьей 49 договора о Европейском Союзе, любое европейское государство может подать заявку на вступление в Европейский Союз, при условии, что оно придерживается коппенгаггских критериев и принципов демократии, уважает основные свободы, права человека и меньшинства и поддерживает верховенство закона. С учетом этого, если Армения заинтересована в подаче заявки на вступление в Европейский Союз, последователем продолжения реформ, направленных на укрепление демократии, то это могло бы открыть перспективу трансформации отношений Армении и ЕС. В реальном политическом контексте это означает, что парламент ЕС, по сути, ставит свою печать одобрения или оказывает поддержку Армении, если она решит подать заявку на вступление в Европейский Союз. По времени резолюции Европарламент совпала с периодом, когда министр иностранных дел Армении Арарат Мерзян, который известен своей осторожностью, заявил о том, что Армения действительно рассматривает возможность подачи заявки на вступление в Европейский Союз. Это очень сложный вопрос, и он может быть частью скоординированных действий между двумя сторонами. У нас нет достоверной информации, но похоже это так. А теперь перейдем к другому важному пункту, а именно к пункту 14, который гласит. Европарламент призывает Азербайджан вступить во всеобъемлющий и прозрачный диалог с карабахскими армянами, чтобы обеспечить уважение их прав, гарантии и безопасности, включая их право вернуться в свои дома и жить достойно и безопасно в условиях международного присутствия, обеспечить их возможность пользоваться своими землями, имуществами, правами, сохранять свою самобытность и в полной мере пользоваться своим гражданским, культурными, социальными и религиозными правами. Резолюция также призывает Азербайджан освободить всех незаконно удержанных лиц в Баку, а также призывает немедленному и полному выполнению решений международного суда, которые были вынесены в прошлом году. По сути, то, чего требует парламент ЕС, это тот минимум, который должны требовать мы, должен требовать мир, а именно, чтобы арцахские армяне могли вернуться в Арцах и жить, реализуя свои права и пользуясь защитой, главным образом международной защитой, а не жить по прихоти преступного режима в Баку. Кстати, это заявление Европарламента ставит его на несколько голов выше нашего правительства в вопросе отстаивания прав армян Арцаха. Теперь мы перейдем к пункту 8, который касается национальной безопасности и обороны. И вот, что в нем говорится. Парламент ЕС признает важность и необходимость укрепления сотрудничества ЕС с Арменией в области безопасности и обороны, призывая ЕС положительно ответить на просьбу Армении о поддержке через Европейский фонд мира, который является их основным источником финансирования в области обороны, а также оказать поддержку армянским вооруженным силам. Европарламент приветствует действия нескольких государств-членов по оказанию оборонительной поддержки Армении и настоятельно призывает остальные государства-члены рассмотреть аналогичную инициативу. По сути, это призыв ко всем странам ЕС начать продажу оружия Армении и увеличить или продолжить оказывать военную помощь Армении с целью укрепления ее обороноспособности. Теперь перейдем ко второй теме, к очень длинному всеохватывающему интервью, которую на днях дал премьер-министр. Прокомментируем наиболее важные части с его заявлением и контекстом по каждому пункту. Честно говоря, некоторые части довольно запутаны, так что я попытаюсь их по возможности разъяснить. Первый вопрос касался того, что Азербайджан требует четыре деревни анклава. Позвольте мне представить некоторый контекст. Здесь есть два конкретных вопроса. Есть анклавы, образовавшиеся в советские времена. Есть несколько азербайджанских анклавов внутри Армении. И есть один очень большой армянский анклав внутри Азербайджана. Географически все они равны по территории. Единственным логичным решением мог бы быть их обмен во избежание бесконечных проблем, который может вызвать процесс. Нет смысла иметь анклавы. Очевидно, что это самый логичный выход. Итак, есть четыре деревни, которые упоминаются. Три из них на самом деле не находятся в анклавах. Это земля ничья. Если провести демаркацию границы, то три из них скорее всего окажутся на азербайджанской стороне. Потому что изначально они были азербайджанскими деревнями. Четвертая деревня находится в анклаве. Ерпек, вочми кэннаргман жаманак, хоскчи егэль и хоскчи карох линэ, тавуши марзи, воревэ гюх, хазнилумаси. И, фор, азербайджанакам муамулум барцвадзаймвумен гюхэри ануннэр, я сам издевая в мороза. Это и не было, если... и после этого не было, но мы в Казах разд tugе с мужчинами. Что я занимаюсь с мужчинами, а также с мужчинами и качеством, если... с мужчинами это совсем Claire не было, азербайджанскими, чтоomi они взявляют. И что это с государством, которая у нас помнит, что у нас было такое. Эти доминых административных административных заведеgetanych в том, как произошло, сhängбайджам не было так, как вы саджбайджанскими, сlaiffe. Продолжение следует... Сказанное не что иное, как катастрофа, а именно то, как он все это преподнес. На самом деле его спросили не об анклавах, а об этих деревнях на ничейной земле. И в процессе ему удалось признать анклавы внутри Армении азербайджанской территории. Признание, которое по сути бессмысленное, потому что когда Азербайджан провозгласил свою независимость, в 1991 году, он фактически объявил себя правоприемником Азербайджанской республики в 18-20-х годах, когда на территории Азербайджана не было анклавов и Арцаха. Если бы мне пришлось сегодня давать советы Ильхаму, я бы порекомендовал ему ухватиться за эту возможность и подписать все, что действительно даст ему анклавы внутри Армении. Даже если это означает, что ему придется отказаться от своих. Почему? По четырем конкретным причинам. Во-первых, это невероятный шанс еще больше унизить своего главного врага. Это заставит Запад отвязаться от него, потому что он пошел на подписание документов. А как только анклавы окажутся под контролем Азербайджана, они фактически станут бесконечной возможностью для дальнейшей войны и агрессии. Потому что по логике, если у вас есть анклав, какой смысл иметь анклав? Если у вас нет дороги к нему, если дорога к нему есть, кто будет охранять дорогу к анклаву? Кто будет гарантировать безопасность дороги? Таким образом, анклавы сами по себе являются лучшим оправданием для продолжения конфликта и войны. И на данный момент мы просто даем им эту возможность, потому что режим в Паку не может выжить без врага Арменина. А в этом случае он может что-то подписать и продолжать поддерживать этот образ врага. Теперь перейдем ко второму вопросу. Когда вы планируете вывезти российских пограничников из аэропорта Еревана? Продолжение следует... Все это к лучшему. Предполагается, что вывод российских пограничников состоится в августе. И в целом это очень хороший шаг в направлении развития страны. Перейдем к третьему вопросу. Собираются ли Армения и Азербайджан отказаться от судебных исков друг против друга в международных судах? Комментирую последнее утверждение. Скажу, что есть тактический смысл сохранить в Международном уголовном суде все иски, которых боится режим Алиева. Но, честно говоря, этот домоклав меч будет висеть независимо от подачи исков, потому что, во-первых, они будут бояться потенциальной подачи исков. Во-вторых, если они проявят агрессию в ответ на наше обращение в суд, это значительно усилит наши аргументы. Следовательно, нужно немедленно подать против них иски, как только будут все соответствующие доказательства о военных преступлениях, которые были совершены в Армении в сентябре 2022 года, и касательно геноцида и этнических чисток, которые они провели в сентябре 2023 года. Из моральной и с исторической точки зрения, отказ от обращения в МУС был бы чудовищным актом, потому что, по сути, он означал бы, что мы ставим свою официальную печать одобрения на второй геноцид армян. Вопрос четвертый. Когда Азербайджан вернёт всех военнопленных и чего он хочет взамен? Мы не уверены, верно это или нет. Я слышал противоречивые вещи. Не сомневаюсь, что работа на этом направлении ведётся. Вопрос в том, насколько она приоритетна. Огромной ошибкой является согласие отделить эту задачу от широких мирных переговоров, так как у нас не остаётся рычагов давления с целью освобождения военнопленных. Вопрос пятый. Что происходит в армяно-российских отношениях? Россия хочет, чтобы мы прояснили, остаёмся ли мы в ОДКБ или нет. Комментарий премьер-министр. Вопрос четвертый. Вопрос четвертый. Честно говоря, он на 100% прав в этом вопросе. И действительно, поступает правильно, бросая вызов русским. Почему мы должны быть членами оборонной организации, которая препятствует военным отношениям с другими странами мира, конкретно с Западом, и не обеспечивает абсолютно никакого уровня безопасности? Теперь перейдём к последнему разделу интервью, где премьер ведёт длинные диалоги, затрагивающие множество тем, некоторые из которых довольно взрывоопасны. Первое – это заявление, в котором он очень чётко обвинил Азербайджан в совершении этнических чисток Карабахи, что, конечно же, правда. Затем он обвинил русских в попытке организовать государственный переворот против его правительства в тот же период времени. Далее он заявил, что русские хотели использовать беженцев из Арцаха, которые бежали в Армению, в качестве ресурса для осуществления государственного переворота. Это верно лишь отчасти. Русские надеялись, что этническая чистка в Арцахе приведёт к смене режима в Армении. Но в реальности эти попытки полностью обернулись против них самих, и сегодня, помимо режима в Баку, именно русских обвиняют в этнических чистках и геноциде в Арцахе. Более того, сама идея использования спасшихся от смерти людей в качестве стенобитного средства ради чьих-то целей абсолютно абсурдна. Второе утверждение, которое он сделал, касалось того, что проблема Нагорного Карабаха была решена в ходе Лиссабонского саммита в 1996 году, а в 2016 году был забит последний гвоздь. На самом деле, лучшее, чего мы могли бы достичь, была автономия в составе Азербайджана, как было заявлено в 1996 году. Но ни один армянский чиновник не осмелился публично признать это. Это явно неправда. Мы знаем, что Кевецкое соглашение 2001 года, на которое сначала согласился, а затем отказался отец Ильхама Алиева, фактически предусматривало присоединение Арцаха к Армении. И в предложениях 1997 года для Арцаха предусматривалась фактическая независимость, а вопрос статуса должен был быть решен в будущем. Что более важно, в 2007 году в мадридских принципах, которые были согласованы Азербайджаном, они фактически соглашались с правом народа Арцаха на проведение референдума для определения своей судьбы. В заключении, меня беспокоит не его комментарий по поводу анклава в той или иной деревне, поскольку, вероятнее всего, Ильхам никогда не подпишет никакого соглашения, даже если мы выполним его требования и изменим наш национальный гимн на песню «Битлз. Я неудачник». Мирное соглашение не служит его личным интересам, а именно сохранению режима. Что меня беспокоит, так это вера премьер-министров в то, что, первое, уступки принесут нам мир, в то время как они принесли нам только войну и унижение. И второе, что еще более важно, подписанное соглашение или клочок бумаги, подписан с этим мафиозным государством ПАКУ, будет стоить лишь той бумаги, на которой оно подписано. Мир, как и политическая власть, произрастает из ствола пистолета. Спасибо, что присоединились к обзору недели. Субтитры создавал DimaTorzok